Тема сегодняшнего дня — это вопросы верности и уважения в семье. Прежде чем говорить о верности и уважении, я хотел бы поговорить вообще о любви. Это такая, знаете, очень глубокая тема и важная, она ключом становится в решении всех вопросов. Потому что сама концепция любви в сердце, она неправильная у многих людей. Вот чего мы хотим, когда мы хотим семью, чего мы хотим? Я сейчас опишу картинку того, когда человек хочет любви, не имея знания о том, что это такое. Картинка у всех одинаковая всегда. Это чтобы у меня к человеку было очень сильное, глубокое чувство, чтобы между нами была гармония, чтобы мы были счастливы друг с другом, чтобы вот такое, знаете, такое вот счастье, гармония в отношениях, такой сон, чтобы возник такой сладкий сон. Вот люди стремятся к этому, они ищут этого, ждут, когда же придет и к вам любовь. Ну, то есть они ждут в этого момента, когда же придет вот это чувство сладкое. А это не любовь, это просто влюбленность. И это чувство, оно возникает просто для того, Бог его создает для того, чтобы люди встретились, для того, чтобы они привязались друг к другу, понимаете? Потому что вот это чувство, оно не может сохраняться надолго, хотя оно и показывает суть. Во время этого чувства у человека все самое лучшее и светлое выходит наружу. Фактически человек видит душу в другом человеке в это время. Представляете, это уникальное время, когда люди встречаются первый раз, они видят душу друг в друге. Самое чистое, самое лучшее, самое светлое выходит наружу по милости Бога. И такой же эффект происходит, когда женщина рожает ребенка, видит ребенка. Она видит самое чистое и светлое в нем и очень сильно запоминает. И самое удивительное знать, что вот мать, она не забывает о своем ребенке самое чистое и светлое за всю жизнь. Но этот эффект памяти не сохраняется в семейных отношениях. Потому что материнские отношения, материнское чувство — это подарок от Бога за то, что люди отдают свою силу, свою жизнь другому человеку. Это подарок от Бога для родителей, особенно для матери. Подарок от Бога — вот это чистое и светлое чувство души, хороших качеств, которые идут от человека. Даже если ребенок бандитом вырастает, она все равно помнит его душу, его чистые и светлые качества. Поэтому она все равно его любит, поддерживает, заботится о нем и реально спасает в конечном счете. Мать спасает человека. Но если уж говорить о мучении женщины, то все эти чистые и светлые чувства заканчиваются друг к другу, когда мы начинаем эксплуатировать энергию любви. Что значит эксплуатировать? Это значит, что мы вытягиваем вот это чувство друг из друга. Женщина вытягивает тем, что она рисуется перед мужчиной. Она как бы показывает, какая она хорошая ему. И он такой гад, молеет от этого. И она наслаждается, что он от нее получает счастье. А мужчина наслаждается тем, что она рисуется и дает ему это счастье. То есть они как бы в этих желаниях, получается, совпадают. В этом заключается гармония между мужчиной и женщиной. Но понимаете, проблема заключается в том, что со временем, вот ты точно так же глазки построила мужу, а эффект слабее. То есть происходит привыкание, понимаете? То есть вот как мед, допустим, очень вкусный мед попробовал. Сначала первый раз просто вообще обалдеть. А потом год поел его, уже раз, уже нормально. Ну обычный мед, как бы уже не такой вкусный. Понимаете, о чем я говорю, да? Слабеет, впечатления слабеют со временем. Какой бы человек красивый не был, какой бы хороший муж, впечатления слабеют со временем. И основываться на впечатлениях в своих отношениях, это и есть заблуждение, которое приводит к разрухе потом, к депрессии в семейной жизни. Люди начинают обвинять друг друга, потому что они ждут вот этих впечатлений, которые закончились. А впечатления эти создает Господь. То есть Он просто открывает все самое лучшее в человеке, для того, чтобы мы запомнили. Вообще, есть такая притча православная. Один ученик пришел к своему наставнику, духовнику, и спросил его, как мне улучшить свои семейные отношения, как мне сделать их чистыми и светлыми. Он говорит, если ты хочешь улучшить свою семейную жизнь, тогда у тебя есть один очень хороший способ. Тебе надо в молитве вспоминать, каким ты видел своего близкого человека при первой встрече. Вот вспоминать, как глаза выглядели, как улыбка, как отношения, голос, поведение. И это и есть Он сам на самом деле. Это и есть Он, вот этот человек, именно такой. Вот именно такой и есть. Вот я, допустим, сказал, Он правдивый и верный. Это я качество души описывал в это время, когда девушка... Вы же консультировались, да? Кто на первом ряду сидел? Нет, нет, нет. Нет, тут другая девушка сидела. Вот, я описывал качество души этого человека. Эти качества души проявлены при первой встрече, именно они привлекают, мы в них влюбляемся. Именно в них. Понимаете? А потом, в результате отношений, мы получаем осадок очень сильный от судьбы человека, потому что судьба человека отличается от его души. Душа не имеет судьбы, она всегда чиста. Судьба — это наш опыт жизни в этом мире. И этот опыт бывает таким нехорошим. И у человека есть плохие черты характера из-за этого и так далее. И мы это потом видим уже, это вылазит наружу, и мы в результате портим свое чистое, светлое впечатление. Но когда человек уходит из жизни, все равно, пока ты не сформируешь опять эту светлую память о нем, у тебя сердце не успокоится. Вот твой близкий человек ушел из жизни, ты будешь плакать, я тебе не додавала там, я тебя не понимала, и ты будешь плакать, рвать на себе волосы, пока ты как-то в молитве или еще как-то, вот эту чистую светлую память о нем не закрепишь, сердце у тебя не успокоится. Потому что сдать экзамен придется все равно. Хоть потом, хоть сейчас, не имеет значения. Вот если вы это не сделали с собой, значит не будет удовлетворенности от этой жизни, от этих отношений. И в этой удовлетворенности, чистоте, светлой памяти и кроется секрет вообще того, что надо делать в семейной жизни. Надо не выяснять отношения, а надо служить друг другу, чтобы когда близкому человеку что-то заботиться, не корыстно, а бескорыстно просто, просто так что-то делать, то у него благодарность из сердца выходит. Эта благодарность, она неосознанная вещь. Вот допустим, если мне удастся кому-то из вас просто бескорыстно что-то сделать для вас, у вас в сердце выйдет благодарность, а вместе с благодарностью выходит качество души. Когда благодарность выходит, ты чистоту видишь в человеке. И ты можешь реально увидеть его в самой красоте, в самых лучших его чертах можешь увидеть этого человека. То есть что надо делать? Надо просто что-то сделать хорошее для близкого человека, почувствовать благодарность и запомнить то, что ты увидел в этот момент. Память, она соединяется с объектом. Вот допустим, если ты запомнил, в следующий раз ты будешь опять то же самое видеть, а не то, что ты запомнил плохого в нём. Итак, любовь означает способность служить человеку и запоминать в нём чистое и светлое. В результате постепенно складывается впечатление о нём с уважением. Ты начинаешь уважать этого человека за его хорошие качества. А потом постепенно эти хорошие качества для тебя становятся дорогими, ты хочешь служить им всю жизнь, и это превращается в верность. Верность означает, что ты вот с этой душой хочешь жить. И с недостатками этого человека, с чистотой его внутренней. Это называется верность. Вот девушка написала мне в письме, говорит, я, хоть вот она всё это рассказала, что он в депрессии, там ему плохо, но она сказала, но всё равно я не хочу бросать этого человека, потому что я чувствую, что я должна, обязана, как бы, жить для него. Это означает, она чувствует его как душу. Потому что невозможно душу бросить, понимаете? Когда ты в душу человеку смотришь, в его чистоту, то это необыкновенное чувство. Это чувство даёт вечное отношение, создаёт вечное отношение между двумя людьми. И когда близкий человек уходит от вас, он ведь, вы не можете разрушить отношения. Некоторые говорят, у меня нет этого человека, я его потерял, а он умер. Первое, что хочу вам сказать, этот человек есть у вас, потому что он с вами связан, и вы его чувствуете, поэтому страдаете. Если бы вы не чувствовали, вы вообще не страдали. Человека не чувствуешь, что страдаете? Если ты страдаешь, значит, ты связан с ним, но не знаешь, как строить отношения. У тебя нет понимания, потому что люди же живут вместе, они чем занимаются, они не пользуются друг другом и думают, что это и есть отношения. Жена пользуется мужем, муж пользуется женой, и думают, что вот это и есть отношения. А когда его нет рядом, тогда пользоваться неким, и начинается скандал внутри. «А, ты меня оставил, как же так?» и так далее. Теперь, если светлая и чистая память человеку, служишь ты ему в сердце, хоть рядом, хоть не рядом, остаётся одно и то же. Разницы нет. У меня был такой уникальный опыт, вот у меня есть один наставник, я его очень любил и люблю, и служил ему в сердце своём. И когда я узнал, что он оставил тело, это необыкновенная личность вообще, потрясающий человек просто, я таких вообще никогда не встречал. Он, у него такая уникальная жизнь, он кушал только тогда, когда выполнил все свои религиозные обязанности. Это было где-то ближе к полуночи. Он кушал один раз в день. Потом несколько часов в день спал, и опять молитва. И он, когда умер, он в поклоне перед алтарём умер, тело оставил. Представляете? Люди же умирают, они умирают, они ложатся, там, кряхтятся, сапят, а он как бы вот так. Удивительная личность. Когда он тело оставил, то обычно я чувствую тонкое тело, и тонкое тело, если человек добрую жизнь прожил, благости, у него психика идёт вверх, и на высшие планеты, там люди испытывают счастье, это называют раем и так далее, то есть они идут вверх, испытывают счастье, награды получают за жизнь. А когда человек живёт неправильно, не работает над собой, у него копится тяжёлая судьба, и он идёт вниз и страдает там внизу. Когда человек идёт вверх, то в сердце у близкого человека чувство благодарности возникает, и такое светлое чистое чувство к нему возникает, когда он уходит. И человек может плакать, но это не основа его отношений. Он скорее хочет не плакать, а просто помнить о нём. Опустела без тебя земля. Поднимите руку, у кого так произошло? Пару человек. Это значит, вверх пошёл человек, чистый человек, светлая жизнь была. Вот дальше, если жар такой в сердце и чувство разлуки сильное, это значит, человек родится где-то в следующей жизни, где-то там, где мы на земле. Ну, где-то на земле. А если камень, тяжесть такой, чувство депресснят такой, человек ушёл, камень на сердце, тяжесть, и такое чувство, сил не хватает, как будто ты теряешь силу. Это значит, что человек пошёл вниз. И если ты будешь за него молиться, думать о Боге, то постепенно это чувство очищается, и светлая память приходит, и он даже во сне приходит и говорит, спасибо тебе за то, что ты сделал. И он идёт вверх. Ты прям видишь, что он туда пошёл. Вот. Но этот человек удивительно оставил мир. Я попытался, ну, почувствовать, куда он пошёл, вверх-вниз, как бы его тонкое тело. Но я не почувствовал тонкого тела. У него не было тонкого тела. У него осталось только духовное тело. Когда человек побеждает всю свою судьбу, он идёт в духовный мир. Не в эту Вселенную вверх, не в эту Вселенную вниз. Он уходит в мир, где нет смерти. Он уходит в вечный мир. Понимаете? Потом в вечный мир ушёл. И так как я светлую память о нём имел, я не почувствовал, что отношения закончились. Я не почувствовал, что этот человек, нет его в моей жизни. Я вот и сейчас чувствую, что он есть в моей жизни. Понимаете, да? Отношения не заканчиваются. Если у тебя есть светлая память человеку, отношения продолжаются. А если нет светлой памяти, значит, у тебя их никогда и не было. Бог вас соединил, но отношений настоящих и не было никогда. Поэтому цель человеческих отношений семейных — это вот эту светлую память выработать друг о друге, почувствовать душой друг друга. Настоящие отношения нужно сделать. И это делается только в сердце, с помощью молитвы и только заботой о человеке, служением, прощением ему, а не выяснением отношений. Таким образом, любовь — это ничего общего с балдежом от человека не имеет. Я вас любил. Любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем. Ну пусть она вас больше не тревожит, не печалит вас ничем. Да? То есть это влюбленность, это не любовь. Видите, человек может от нее отказаться. Я другому отдана и навек ему верна. Это выше чувства, выше чувства. Понимаете? Хоть мы и думаем, прочитав Евгения Неги, как же так, почему так получилось? Что нас с этим дураком связалось? Нет, все оказывается не так на самом деле. Настоящее чувство — это верность, а не просто влюбленность. И если уже вот эта тема глубоко понятна, что такое любовь настоящая и что это за закон такой в этом мире, то надо знать, что этот закон любви, он везде существует. любовь, она бывает не только между мужчиной и женщиной, чтобы вы знали. Любовь, она проявляется по-разному в этом мире. Та же самая любовь, она проявляется в разных отношениях и раскрывается в полной степени в этих отношениях, просто гораздо реже. Допустим, есть любовь учителя и ученика, она имеет другую природу, она более бескорыстная с самого начала. И если правильно развивается, то она достигает такой же степени чистоты и светлости. Или есть любовь, допустим, к матери, ребенка или отца, ребенка. Это тоже любовь может раскрыться очень сильно и чисто. Или есть любовь дружбы между людьми, они дружат друг с другом. Как у меня есть друг в Америке один, я приехал в Лос-Анджелес и как бы в русском квартале мы с ним шли и так я его обнял и он так раз отстранился, я говорю, что такое? Он говорит, ты понимаешь, здесь такая культура, что если ты меня обнимаешь и мы идем вместе, это означает несколько другое, нежели в вашей культуре. Я думаю, неужели все так плохо? Он говорит, да, все так плохо. Ну, понимаете, все же можно опошлить, а есть дружба между мужчинами, понимаете, она тоже вид любви, но он не имеет ничего общего с половыми отношениями вообще, просто ничего, даже близко не стоят, понимаете? Есть, допустим, есть, допустим, любовь между братом и сестрой, но никаких половых отношений в этой любви вообще нет. Вот брату не хочется сестру увидеть голой, например, как мужчине женщину всегда хочется увидеть. Понимаете, у него другое чувство к сестре, наоборот, если он увидел, допустим, ее вот в таком каком-то там, она переодевалась, ему стыдно, понимаете, он потом не может себе этого простить, понимаете? потому что ну не то восприятие получилось, ну как не хотел этого, понимаете? Он не хочет вот это смотреть, ему хочется по-другому смотреть на человека. Это тоже любовь, и она очень возвышенная. может вообще быть любовь к животным? Да, возвышенная, чистая любовь. Допустим, я знаю одного наставника, он молится за животных просто, чтобы они получили более у вас высокое рождение в следующей жизни. любовь, это самопожертвование, это желание служить, это не наслаждение человеком, это не желание балдеть от него, потому что если ты от друга захочешь балдеть, тогда это превратится в гомосексуализм, сто процентов. Или захочешь побалдеть от своей сестры, надо служить, эти отношения для служения сотканы. И самые корыстные из всех видов любви, самая корыстная это любовь между мужчиной и женщиной. Как ни странно. И самая сильная возможность победить судьбу возникает также из этой любви между мужчиной и женщиной. То есть так как корысти много в этих отношениях, когда ты борешься за чистые светлые отношения и все-таки достигаешь их, тогда приходит настоящая победа в жизни человека. Реально настоящая победа. Понимаете, отношения с духовным учителем ученика, они очень редки, и они возможны, когда человек уже определенной чистоты в жизни достигает. Эти отношения невозможно просто не возникают, если у тебя нет этой чистоты. Даже дружить по-человечески по-настоящему трудно, потому что есть четыре вида дружбы. Есть дружба такая, что люди вместе ездят отдыхать. Это самая дешевая дружба, на нее нет смысла рассчитывать. Если у вас появились какие-то трудности в жизни, этот друг, с которым вы вместе отдыхать ездите, никогда к вам не придет на помощь, потому что цель его дружбы это просто балдеть от вас, наслаждаться вашим отдыхом. Вот в чем дружба заключается. Все, больше нет никакой дружбы. Гораздо более высокая дружба это дружба деловая. Когда люди дружат в результате того, что они вместе работают, у них общий бизнес или еще что-то, они дружат на почве деятельности. И эта дружба тоже не является самой возвышенной, понимаете, она разрушается, когда расходятся интересы. Вот у людей один интерес у одного, другой у другого, и дружба начинает рушиться. Вроде они дружили, но это все начинает расклеиваться, распадаться. Следующий вид дружбы еще более глубокий. Эта дружба возникает на почве духовных отношений, когда люди вместе, они соратниками становятся. Или это даже не только духовные отношения, а просто на почве веры. Допустим, как Ленин с Дзержинским соратниками люди становятся. То есть они идут к одной цели. Это очень высокий вид дружбы. Люди уже жизнь готовы отдавать ради такой дружбы. Понимаете? Люди соратниками, у них одна цель. Но самый высокий вид дружбы называется сердечная дружба. Эта дружба возникает между духовно развитыми людьми. Я видел примеры такой дружбы. Один человек оставлял тело, и другой все бросил, через пол земного шара на самолете прилетел, чтобы молиться рядом с ним, когда тот оставляет тело. Вот это дружба очень крутая. Такую дружбу дешево не купишь. Понимаете? Она только очень зрелым, духовно сильным личностям достается. Но если хотя бы у вас какая-то цель высокая в жизни есть, вы можете получить соратника в жизни. Если хотя бы вы просто имеете увлечены своим делом, тогда вы получите друга, который вместе с вами будет это дело делать. Но если хотя бы вы просто отдыхаете иногда от работы, то вы получите друга, с которым будете вместе отдыхать. Но если даже этого нет, тогда друзей не будет. Чтобы дружить, нужны какие-то возможности для этого. Итак, любовь это такая штука, что она возникает только когда ты к ней готов настоящая влюбленность. Она может у любого человека появиться. И когда человек любви настоящей в жизни не чувствовал, то у него есть только один выход. Это бросать жену или мужа и гулять от него. Нет другого выхода. Особенно это проявляется сильно, когда человек взрослеет. Седина в голову без в ребро. Есть такая пословица. Ну то есть мужчина, женщина, жена же стареет, а из нее мужчина все время извлекал только красоту в жизни. Но все как бы кончилась красота там сколько-то ей лет уже. А хочется женской красоты. И дальше что? Эх, яблочко на тарелочке, надоела мне жена, пойду к девочке. то есть хочется женской красоты. Чем моложе девушка, тем больше красоты. Все знают это. И мужчина бросает жену, семью и женится на молодой. Причина почему так произошло это дебилизм в отношениях. Они не развились эти отношения. У них не было любви. Они просто наслаждались друг другом и закончилось это все. Закончилась эта песня. Она долго не длится. Это просто самообман. Настоящая любовь это глубокие отношения, в которых есть чистота. И другая песня подтверждения тому, откуда семья сохраняется надолго. Есть секрет. Споюсь сейчас. Сейчас спою. серебряные свадьбы негаснущий костюм серебряные свадьбы душевный разговор вот откуда серебряные свадьбы берутся. Понимаете? От этого разговора, сердечного разговора, душевного разговора, разговора между сердцами, а не между людьми, между делами, между словами, между тем, что мы что-то хотим друг другу показать. Это искренность называется тайне. Искренность это четвертая стадия любви, самая возвышенная. люди становятся соратниками. Я как-то ехал в Москве, куда-то ехал, и там водитель в такси, водитель включил радио, и в этом радио я услышал голос пожилого человека, у него был юбилей, и он сказал, что в этот день самое дорогое поздравление, это поздравление моей жены. Я хочу сказать в этот юбилей, что самый лучший человек в моей жизни, самый светлый, чистый, который показал очень необыкновенные чистые качества, который всегда очень самопожертвованно со мной себя вел, который убедил меня в том, что есть чистота человеческая, это моя жена. Представляете, человеку там 70 лет, он такой выдал. Я просто, мне не надо было ни песни учить, для лекций уже все. Просто обалдел. Господи, что это за человек такой, откуда он взялся, это чудо, такие слова, победа над своей семейной жизнью, то есть человек победил полностью свою семейную карму. Рассказывал, потом у нас жизнь тяжелая была, в нищете часто, трудности были, мы всегда их терпели. То есть он потом рассказывать начал, как вообще это бывает, почему такие отношения вдруг становятся, что человек реально способен принимать, терпеть, прощать, у него развиты эти качества, свойства. если говорить о верности, то верность она бывает двух типов. Один тип верности это вера в человека, то, что мы слышали песню Марка Бернеса «Верю в тебя, дорогую подругу мою, это вера от смерти меня темной ночью хранила». То есть это очень высокий уровень отношений. А если уж говорить о верности, как о скезе, то кое-что надо в этом плане знать. Например, некоторые люди думают, что если я, допустим, дружу на работе с какой-то женщиной, если женщина думает, что я дружу с мужчиной, и у нас просто дружба, как бы у нас нет ничего такого, то это не просто дружба. Чтобы вы знали. Это объясняет, что между мужчиной и женщиной не бывает дружбы. Это называется тонкий секс. Ну, то есть, этот тонкий секс проявляется, знаете, интересным образом. Знаете, что вот это тонкое наслаждение в разговоре, беседе между мужчиной и женщиной, оно выражается в открытии сердца. Причем знайте также, что если допустим мужчина, если женщина допустим на работе кому-то из мужчин открывает сердце, при этом ну это особая такая атмосфера, то есть обычно они улыбаются, разговаривают друг с другом, им приятно очень поговорить, дружба у них такая. Вот, женщина очень искренне говорит в это время с ним, она открывает ему сердце, вот, ему очень приятно слушать, он обязательно ей дает свое мнение, оценку ситуацию, говорит ей как правильно, она ему доверяет, верит, знайте, что эта женщина никогда не откроет сердце перед своим мужем, никогда в жизни это невозможно. Если сердце открылось чужому человеку и женщина начинает с ним дружить, то это означает, что половина верности она уже отдала своей, потому что верность не означает только постельный режим, понимаете, верность означает другие вещи. Если женщина открывает чужому мужчине сердце, улыбаясь при этом ему, бывает, как наставнику приходит женщина, к наставнику открывает сердце, бывает такое, но есть квалификация наставника, знаете, это от наставника уже не женщина идет, когда наставник квалифицирован быть наставником, знаете, у него есть одно свойство он способен иметь силу внутри не наслаждаться женщинами, которые получают у него наставление, он ведет себя с ними как отец, а не как жених, понимаете, разные отношения, отцовское отношение означает другое совсем, там нет балдежа, то есть губки масляными не становятся, понимаете, от разговоров женщины, это редкий случай, такое бывает редко, мало квалифицированных людей, вот давать наставление по-настоящему, если тем более девушка красивая, но так или иначе надо знать, что если она открывает сердце, а у него губки масляные, то это означает, что она строит отношения, в которых разрушается ее семейная жизнь, причем не обязательно она с ним сексом начнет заниматься, но обязательно ее отношения с мужем будут разрушены, потому что если жена не открывает сердце своему мужу, искренне с ним не разговаривает, это значит, что ему сердце будет открывать какая-то другая девушка, потому что мужчина не может жить без того, чтобы какая-то девушка ему открывала сердце, он найдет себе обязательно такие отношения, и дальше его выбор, или он ее потащит в постель, а если она сердце открывает человеку, она ему доверяется полностью, то есть она не будет сомневаться, что что-то плохое он сделает, и будет казаться, что все, что он делает, это хорошо, или он оставит эти отношения на уровне тонкого секса, не имеет значения, имеет значение только тот факт, что нет дружбы между мужчиной и женщиной, это факт стопроцентный, поэтому если вы не знаете этого факта, такие отношения строить, надо их заканчивать, и наша семья будет разваливаться, если уж говорить о неверности, то она начинается всегда с женщины и заканчивается женщиной, неверность начинается с простой мысли в сознании женщины, я могла бы себе найти и получше, вот когда такая мысль в голове крутится, то у мужчины появляется вторая фамилия, которой в паспорте нет, но на лбу будет написано итальянская фамилия Кобелина, потому что как бы если она могла найти себе и получше, то тогда у него нет привязки, понимаете, мужчина прикован к женщине только одной силой, если говорить о тонких вот этих механизмах подсознательных, то мужчина приковывается к женщине только одной силой, эта сила называется вера, вот если женщина верит, что это ее человек, это единственный человек для нее, если она вот так настроена, он не может ломануться в другую сторону, может быть он там даже кому-то понравилась какая-то девушка, но он не может, потому что он прикован верой, верностью вот этой жены, верой вот этой, что это мой человек, что мне не нужны другие, она эта вера держит его, он не может дернуться никуда, это огромная сила, но если у нее сомнения в нем, тогда на лбу проявляются буквы вот эти итальянские и дальше уже итальянская песня начинается уже дальше ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла перечитан да, счастье переводится то есть счастье в другом месте начинается вот итак надо изучать что такое верность потому что верность начинается во взгляде в словах мыслях и заканчивается в ревности ревность вообще это хорошая штука она ничего плохого не делает и она в принципе не становится болезнью если человек ведет себя правильно тактично если он уважает ревность вот допустим мне приходится со многими людьми сталкиваться в жизни многие люди там ко мне говорят Олег Геннадьевич благодаря вам представьте вот у меня жена сидит на лекции и ко мне подходит девушка такая симпатичная говорит Олег Геннадьевич благодаря вам вся моя жизнь изменилась вот какой у нее эффект внутри будет у жены моей какой будет эффект и будет легко это слушать или нет ну ну да такое было у меня в жизни такой интересный случай я вам расскажу сейчас я работал на вазовской турбазе только начинал свое развитие я тогда всех закаливанием лечил ну всех подряд вот всех проруб и кунал всех подряд у меня такое одно лечение было и одна женщина у нее было ну выкидышей 11 выкидышей было 33 года 11 выкидышей просто несчастная судьба и вот как раз повышенный тонус матки закаливанием как раз и лечится то есть вот так такое совпадение и я ее как бы в прорубь покунал она доверяла ну то есть и она поехала на этот заезд зимой где мы купались в этой проруби и она оказалось что у ней в это время была беременность ну то есть она как бы ну в это время вот она беременная все в эту прорубь лазила у нее была беременность представляете и вот как раз вот оказалось что все классно то есть она вот благодаря этим купаниям выносила ребенка родила и она вместе с мужем пришла ко мне и как бы цветами и сказала благодаря вам я родила этого ребенка беременность на турбазе наступила информация на грани пола ну я потом мужу пришлось объяснять я почувствовал как бы сомнение что ребенок его он похож на него как бы все нормально просто вылетел из плоти ну и жена мне иногда выносит мозги в таких ситуациях говорит что она к тебе подходила как ты на нее смотрел я говорю нормально вот и я так как я ее понимаю я просто вот ее успокаиваю говорю все нормально она такая да точно да ладно не во всех ситуациях иногда как бы она по-другому конечно вот реагирует но вот иногда бывает так но здесь не надо надо человека понимать это же проявление любви ревности вот человек ревнует значит любит и надо вот подчиниться его ревности в этот момент он тогда успокаивается но у ревности есть другая сторона медали это твои проявления допустим если ты глазки мужикам строишь с ними улыбаешься ходишь а мужик муж ревнует то эта ревность имеет место быть и является правильным сдерживающим фактором сохраняющим семью и в целом когда близкий человек ревнует надо внимательно посмотреть за собой вообще может что-то не так делаешь в жизни может не так себя ведешь можно конечно сказать все так себя ведут но все и разводятся так же понимаете ну то есть подумайте верность начинается со взгляда надо ну то есть мужчиной верность заканчивается словом а у женщины верность заканчивается взглядом вот женщины думают если они как она рисуется всем как бы смотрят на всем есть вообще у женщин разные градации улыбки взгляда и они все это понимают можно улыбнуться но правильно а можно улыбнуться неправильно и женщина она вот это все знает внутри она знает какая улыбка что значит и допустим у нас вот 70 человек вместе работает там большая такая клиника вот и мы как все как большая семья и я жене говорю представляешь как бы вот молодой человек ко мне подошел он интересуется вот нашей сотрудницей у нас может еще одна семья из своих сотрудников появиться она такая смотрит на меня что только узнал я говорю в смысле он говорит он уже полгода интересуется я говорю откуда информация ну мне эта девушка сказала и я сама вижу так я говорю он вообще не подходил к ней а че надо подходить ну так девушки они все знают уже но делают вид что они первый раз когда к ним ты подходишь знакомиться они так да ну такое как будто бы она ничего не знает типа она уже все знает на самом деле что там происходит так или нет может я ошибаюсь так ну вот видите вот система такая так что со взгляда начинается все у женщин со взгляда вот нужно взгляд свой правильно контролировать не нужно смотреть неправильно чтобы не разрушали семьи это важно а у мужчины со слова все начинается со слова вот взгляд мужской ничего не значит женский взгляд значит а у мужчины значит слово мужчина начинает разговор такой ну у него разговор такой определенный вот как собачка за другой бегает нюхает сзади так как бы и мужчина разговаривать начинает тоже понимаете примерно одно и то же ну понятно если не женаты так хорошо вот а если женаты так нехорошо надо очень четко понять что разваливаются отношения гораздо раньше чем вот у человека пошел какой-то крен он говорит я с тобой жить не хочу там это все просто уже окончание абзаца надо начало посмотреть где начало-то было а начало начинается вообще в неправильном представлении о семейной жизни когда люди считают что вот так можно жить тогда там и начало приведу вам один пример я приехал в Лос-Анджелес первый раз первый раз меня долго ждали люди слушали давно там лекции и меня встречали организаторы это были девушки и одна организатор побежала 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 и опа прыгнула прямо на меня обниматься вот так вот прямо со всего маху я как бы даже и не успел среагировать я вообще не понял юмора потом мне другая объяснила она говорит понимаешь здесь такая культура здесь люди если хорошо относятся друг к другу они обнимаются и целуются друг с другом ну просто если хорошо относятся я даже знаю у нас тоже эту культуру перенимают в определенных кругах по крайней мере это я видел в Москве но люди когда встречаются раз чмолкнули друг друга прям при муже ну как бы при вот так и это считается ну цивилизованный человек понимаете цивилизованный человек вот так себя ведет это нормально ну подумаешь там жена чмоклась с кем-то она же его не любит это просто дань уважения так вот знаете я вам расскажу определенные глубокие вещи которые может быть эти люди которые так чмокаются не знают и начнем с этого уникального события которое произошло на зло холодной войне уникальнейшее событие состыковки союза Аполлона помните да как они летели летели друг на друг потом и все уже они вместе и пошло там допустим там космонавты пошли вместе обниматься там все прочее так вот вот эта состыковка союза Аполлона которая так вот долго шла и потом закончилась успешно в безвоздушном пространстве отдыхает перед состыковкой которая возникает между мужчиной и женщиной которые обнимают друг друга понимаете если допустим ты женщину обнимаешь и у тебя нет с ней совместимости никакой состыковки не будет и как бы все будет нормально проблем не будет но на сто таких обниманий одно обнимание разрушит всю твою жизнь и это происходит неосознанно здесь нет никаких это просто энергии понимаете вот ты допустим внимаешь девушку которая очень сильно совместима с тобой сильно подходит тебе и чмокаешь как подружку и в этот момент происходит такая состыковка союза Аполлон что мама дорогая ну то есть реально психика так сильно объединяется и уже закрепляется и уже дальше ничего не сделаешь человек просто в несколько секунд теряет себя как личность он уже не может контролировать и это ну победить вот это чувство невозможно то есть когда вот это объединение произошло дальше человек не может уже с собой ничего сделать он просто констатирует факт что он принадлежит уже не жене не детям не тёще а другому человеку совсем с которого он вообще не знает и может быть знает поверхностно там и так далее и вообще как бы у него есть семья представляете страшная сила какая вот это вот реально огромная сила то есть эта сила рушит семьи как карточные домики но проблема заключается в том что в той культуре и семей как таковых нет я не против Лос-Анджелеса там есть отличные семьи и всё я просто говорю про культуру не про людей я знаю что там есть и хорошие семьи но они как-то живут стараются подальше от этой культуры а в этой культуре я увидел нечто странное когда я приехал и поселился в одном доме ну двух мужчин и женщины постепенно я заметил отношения между ними что они живут для этого дома там для того чтобы дом выкупить нужно 25 лет в среднем там сначала ты берёшь его ипотеку потом выплачиваешь 25 лет живёшь в этом доме вот и казалось что они считают друг друга мужем и женой но в их культуре я с ними разговаривал они говорят в их культуре даже поощряется что если у тебя будет любовник допустим или любовница тогда отношения становятся более крепкими потому что ну как бы ты договариваешься просто с женой говоришь мы с тобой развитые люди у нас ну мы цивилизованные люди мы не ревнуем мы цивилизованные люди поэтому тебе кто-то пришёл я не ревную ко мне кто-то пришёл ты не ревнуешь но мы с тобой муж и жена продолжаем оставаться мужем и женой понимаете мои хорошие это невозможно потому что вот эти отношения муж и жена они основываются только на верности, и всё, больше ни на чём. Верности нет, мужа и жены нет, невозможно. И эти люди просто жили как сожители, понимаете, ну просто вместе люди живут, потому что куда им деваться. Потому что муж и жена означают объединение. Приведу такой уникальный пример, который вы многие знаете. Вот когда вы, допустим, находите какого-то человека, у вас он заполняет в сердце какие-то ожидания. Там, ну, допустим, возьмём кубики, да, ромбики. Вот в сердце есть кружочки, допустим, и есть квадратики, да? Вы находите какого-то человека, он заполняет все квадратики, кружочки остаются. И постепенно, живя с ним, ты как бы на квадратики уже не обращаешь внимания, они не заполнены, а ты себе говоришь в сердце, вот кружочки-то остались. Ну, то есть, вот нет у этого человека вот такого вот, а у Василия Петровича есть. Ну, то есть, ты сравниваешь близкого человека с кем-то и думаешь, у него только вот это вот, одни квадратики, а кружочки же у меня тоже, а я хочу кружочков ещё. Я же не могу без кружочков жить, понимаете? Мне вот это тоже надо. И интересно знать, что когда твой муж, ну, отношения разрушаются, у тебя блокируется по квадратикам, энергия блокируется. А вот ты находишь себе именно по кружочкам другого человека. И именно кружочки как бы заполняются. Ну, допустим, если ты хотел высокого-красивого, а получил красивого, но невысокого, то в следующих отношениях ты получишь высокого, но некрасивого. Ну, так, для примера. Понимаете, да? То есть, часть судьбы человек только заполняет своим. И ты должен, что такое верность? Это принятие вот этого закона, что ты не претендуешь на другую часть судьбы, потому что всегда будет меняться шило на мыло. То есть, или получаешь кружочки, квадратиков нет, или получаешь квадратики, кружочков нет. А? Что делать? Надо понять, что настоящая удовлетворенность и заполненность появляются в жизни только в отношениях с Богом. Если ты хочешь быть заполненным до конца, занимайся духовной практикой. Почувствуй чистоту вот этих возвышенных отношений так же и с мужем. Тогда всё заполнится. Понимаете? Потому что эти кружочки все заполнятся духовными отношениями с ним, а не материальными. Потому что вот то, что ты привязалась к нему, это всего лишь просто материальные связи. Понимаете? А есть же ещё духовные связи, которые надо сформировать самой. Вы так очень среагировали сильно на мои слова. Наверное, вы почувствовали кружочки и квадратики в своей жизни. Больше того, вам могу сказать, что люди, которые несколько раз меняли близкого человека, они замечают, что у них всего два варианта в жизни есть. Или вот такой вариант, или вот такой. И каждый человек повторяет этот вариант немножко с какими-то штрихами. Понимаете? То есть вот первый вариант такой, закончились отношения. Теперь такой вариант, пожалуйста. Закончились, тогда возвращаемся к первому, но уже в другом ракурсе. Чуть-чуть. Ну то же самое, только чуть-чуть по-другому. Ну, допустим, если первый вариант тебя ревнует, допустим, второй вариант, как бы тогда слепая верность такая, слепая, в которой как бы человек терпит всё до последнего, потом тебя рубит отношения. Потом хорошо разрушилось всё, тогда теперь будет опять первый, ревнует. И вот так всё время повторяется. Значать шило меняем на мыло, понимаете? И ты наоборот. Может, надо когда-нибудь остановиться и подумать, что нет смысла в этом во всём. Это пустая трата времени. Всё равно наполненности, полной наполненности просто в облюблённости не бывает. Наполненность возникает, когда ты трудишься над семьёй, создаёшь реальные отношения, трудишься над семьёй. У нас осталось 15 минут до конца лекции ваши вопросы по поводу того, что я здесь говорил сегодня. Желательно из зала, желательно с микрофоном для всех. А? Записки? Нет. Только из зала, и только для всех. Вот есть, да, вот женщина сзади. Сразу люди не могут задать вопрос, потому что они слушали. Надо же вспомнить, что у тебя там было. Здравствуйте ещё раз. Рад вас видеть, да. Взаимно. У меня такой вопрос. Сейчас такой вот период в жизни, то что мне очень сложно как-то шататься, чтобы сделать выбор, и сделать, чтобы правильно всё выбрать. Вот сейчас, слушая вас, я понимаю, что не нужно больше, как говорится, молиться. Это всем нужно. Да. У меня одна женщина подошла ко мне. Вы знаете, у меня такая жизненная ситуация. Вот сын вот так себя ведёт, и такая смотрит на меня. Только не говорите, пожалуйста, что мне надо молиться. Что делать? Я так говорю, мне нечего сказать. Потому что первое, что человек должен делать, он должен наполниться изнутри, убрать вот эти неправильные отношения, а потом пробив их, дальше уже идёт вот это вот то, что мы хотим. Вот это уже практическое там, как сказать человеку слова. И это уже не имеет сильно большого смысла уже в этой ситуации. Конечно, есть какие-то вещи, которые смысловые, бывают, что надо что-то конкретное сделать, но это всё вторичное, а не первичное. По поводу взаимоотношений. Я вчера услышала, что бывают дистанции, и люди будут притягиваться друг к другу. Нет, нет, не бывают дистанции, люди притягиваются, а это надо делать с помощью силы разума. То есть это способность строить правильные отношения. Всегда люди только притягиваются друг к другу, и когда им невыносимо быть вместе, их судьба расталкивает. Но нельзя идти у этого на поводу. Нужно не в зависимость от человека впадать, а нужно, наоборот, служа ему, чувствовать себя свободным в сердце, но при этом верным. Понимаете? Это не болезненная зависимость, как от наркотиков, допустим, которая формируется, когда ты просто привязан наслаждаться человеком. Эта болезненная зависимость, она сближает дистанцию и разрушает уважение. Кстати, я вот об этом забыл сказать. Чем ближе дистанция, тем меньше уважения. Чем дальше дистанция, тем больше люди ценят друг друга. Запомните это. Если уважение заканчивается, дистанция, значит, сблизилась. Да? Я примерно, ну, да, чувствую, ну, понимаю, чувство, как ты говоришь, вопрос, как долго ты можешь продолжать? Что? Вот эта дистанция, какое-то беспокойство, она... А, дистанция, как долго? Может, вы неправильно понимаете, что такое дистанция? Я сейчас вам расскажу. Одна женщина, она мне написала записку, я, говорит, дистанцировалась от мужа, уехала к маме на две недели. И что-то произошло немножко не то, что я, как бы, планировала, потому что... А муж тоже слушает лекции. И он, как бы, она написала мне, он, говорит, мне звонит, говорит, слушай, ты, говорит, дистанцируешься еще на две недели? Я так отдыхаю один. Это означает, что она ему не служила, не заботилась о нем. И она просто его мучила. И когда она дистанцировалась, то мучение переступлено, закончилось, и он начал отдыхать. Но если бы она ему служила, и заботилась о нем, когда служишь чуристскому человеку, он может немножко обнаглеть от этого. И когда он обнаглеет, ты можешь его воспитывать, чуть-чуть дистанцироваться. И тогда он начинает ценить, что было. И просит, возвращайся и оставайся, я без тебя устал. Вот эта дистанция именно и нужна. Но здесь нет вопроса о сроке. Вопрос о сроке означает, что не было служения. Человек не нуждается в тебе, он не чувствует благодарности, потому что благодарность всплывает, когда ты теряешь человека. То есть ты чувствуешь, что он отдельно уже, а он для тебя много сделал, он старался. Ты чувствуешь благодарность, ему звонишь и говоришь, возвращайся холодным утром, возвращайся, мне очень трудно, возвращайся и оставайся, возвращайся, я без тебя устал. Понятная система, нет? И не надо спрашивать, когда это будет. Если нет чувства, когда это будет, значит, вы ничего не сделали для того, чтобы дистанцироваться. Дистанцироваться можно только тогда, когда ты служил человеку искренне. А если ты просто находишься на расстоянии, то служи сейчас на расстоянии. То есть есть воспитательное дистанцирование, а есть для жизни. Вот, например, если нет отношений, не можете близко, ты дистанцировалась, тогда в это время надо очень много проводить времени и сил для того, чтобы думать о нем, прощать, просить прощения. Но при этом вот эти мысли, они являются второстепенными о нем. А больше ты думаешь о молитве и Боге. А эти мысли, они как бы идут фоном, понимаете? Ты все силы туда, на молитву отдаешь. А эти мысли фоном, и ты чувствуешь, что там чей сердце оттаивает по отношению к этому человеку. И когда оно оттаяло полностью, тогда ты уже звонишь ему. Как дела? То есть можно вступать в контакт уже. Спасибо вам за такой классный вопрос. Сразу столько моментов прояснили. Я для этого и спрашиваю, чтобы вопросы из зала, чтобы мы практически во всем разбирались. Да. Не стесняйтесь. Все свои вообще у нас... Я тоже. Мы все всегда ошибаемся. Ну, нормально. Я говорю, что... Нет, это неправильное мышление вообще. Вашей дочери своя судьба совершенно. Все ваши поступки были запрограммированы в ее судьбе сразу. А вот если бы вы должны были разойтись по судьбе с человеком, а с помощью духовной жизни и молитвы не разошлись, вот тогда бы это была милость для вашей дочери. А то, что сейчас она имеет от вашей жизни, это закономерность, которая не вами выбрана. Она, когда выбирала вас как мать, она уже вместе с вашей судьбой вас выбрала, понимаете? Поэтому, ну, как бы плакать о том, что вы... Ваша судьба разрушит судьбу дочери, это неправильно, потому что ваша судьба входит в ее планы. А плакать о том, что вы не молились и не спасли свои браки, это тоже неправильно, потому что вы тогда не знали, что это надо делать. Поэтому, что вы сейчас плачете? Какой малыш, и я не знаю, что она не притягивает в ее судьбе. Ваши ошибки запланированы в ее судьбе, и они вредят ей, но по плану. А вы просто учитесь молитве не совершать эти ошибки, и тогда это будет милость, не запланированная совершенно вещь. потому что вы являетесь частью ее судьбы, понимаете? Вы запланированы полностью там в ее судьбе, вот какая вы есть. И не надо себе придавать слишком много значения. Часто человек себя с Богом путает. Вот я разрушила жизнь моему ребенку. Что, вы Бог, что ли? Как бы вы просто винтик в ее судьбе, и все. Не придавать себе слишком много значения. Мы маленькие винтики в судьбах своих близких. Вот и все. Но если мы начнем молитву и прощение, тогда мы большой милостью можем стать в их судьбах. Ну, садитесь, я вас и так вижу. Я хотела задать такой вопрос. Я сейчас работаю, я очень сильно устаю на работе, и мне бы хотелось больше времени проводить с семьей. Но я бы, если я работаю в рост, то дети от этого тоже страдают вместе с семьей. Как вы? Знаете, почему мужчины страдают в жизни? Не знаю. Потому что женщины, когда им задают какую-то загадку, то в ней нет ответа. Допустим, в вашем вопросе нет ответа. Если бы вы мужу задали этот вопрос, он бы побелел. Потому что смотрите, как, ну, как-то, для женщин нормальные вопросы. А для мужчины, ему же надо ответ дать какой-то. И вы как бы как вопрос задали? Задали вопрос, что я хочу, чтобы дети были, имели достаточно средств для жизни. Я говорю, хорошо. Поэтому я работаю. Но я хочу также уделять внимание детям, поэтому я хочу бросить работу. Олег Геннадьевич, как мне сделать так, чтобы дети получали достаточно средств для жизни и при этом не работают. Я не могу ответить на ваш вопрос. Вы должны разобраться своими желаниями. Чего вы больше хотите. мне кажется, что я как все добра вкусно в этих смысловую. Сразу, во всем сразу, да? Так не бывает же. Я иногда тоже хочу все съесть, но у меня не получается. Очень вкусно приготовили. Вот сегодня, например, я хотел все съесть, но не получается, потому что не хватает места в животе. вам все-таки надо выбор, да, сказать? Да, у вас совет какой-то. Совет я скажу вам. Вам надо молиться по утрам. Нет, нет, это только начало совета. Многие хлопают, еще не поняли, зачем. Чтобы Бог вам дал мужа, моя хорошая, мужа. Вот мужа. А что тогда? Что тогда? В чем проблема-то? Расслабьтесь тогда. Расслабьтесь. Муж есть? Расслабьтесь. Когда женщина расслабляется на шее у мужа, то кто напрягается? Напрягается муж. Когда муж напрягается, он становится крепче, разумнее, сильнее, здоровее. Для него это как бы супер. Вообще. Но пока женщина не расслабится, мужчина напрягаться не будет. Так природа не работает. Есть муж. А что вы мне про мужа ничего не сказали? Что сказать? Он работает у вас? Да. Ну все нормально. Потихоньку расслабляйтесь. Ослабевайте, как бы уменьшайте свою, как-то ищите работу поменьше, чтобы вы зарабатывали побольше дома. Он будет побольше зарабатывать в результате. Вы узнаете законы, как действуют этого мира. Вы будете потрясены. и знаете, как законы этого мира работают? Есть такое понятие КПД, коэффициент полезного действия. Знаете, что если вот сравнивать, то когда женщина находится дома и вкладывает в мужа, в семью, в детей, то коэффициент полезного действия, допустим, 80. А когда она ходит на работу и сама там работает, то коэффициент полезного действия 20. Вот и сравнивайте. То есть женщина находится в семье и она вкладывает в детей, в мужа, то мужчина получается огромную силу получает в жизни. Он реально может развиваться как личность. Ведь вопрос не в количестве трудового времени, а в статусе вашего мужа, его влияние на общество. Понимаете? Люди не понимают сейчас, что такое влияние. Если вы, допустим, будете дома больше молиться, с молитвой готовить пищу, будете уделять время детям, муж успокоится, у него появится сила внутренняя, он начнет продвигаться по своей деятельности. Представляете, сколько изменений в вашей жизни пойдет? У кого так получилось? Поднимите руку. Вот смотрите, девушки есть сильные личности, сильные, способные знать, с помощью знания жить правильно. А женщина, которая думает, что я все держу в своих руках, если я не буду работать, значит, все разрушится, а у нее нет знания о том, как устроен этот мир. Она не знает, что женщина сильна не в том, чтобы держать, а в том, чтобы отпускать. Вот самые сильные женщины вообще, знаете, как настроены? Они настроены не на то, чтобы выучиться, чтобы быть защищенным, без образования невозможно жить, не на то, чтобы иметь квартиру и работу хорошую, потому что, мало ли что, может, одна останусь, чтобы можно выжить. Самые сильные и защищенные женщины в этом мире, они вкладывают в свой женский характер и больше никуда. И они вкладывают это только с одной целью, чтобы получить очень хорошего и сильного мужа. И их вкладывание дает самый лучший результат. В ведической культуре, в древней культуре с 8 лет девочки начинали вкладывать в это. Они тоже получали образование, но они самые главные силы свои отдавали на то, чтобы Бог дал очень хорошего мужа. когда женщина так делает в своей жизни, она получает какой результат? Работать вообще не надо, потому что муж все зарабатывает. Не надо париться вообще ни о чем думать, потому что муж обо всем думает. Она просто любит всех и все. Она перестает беспокоиться вообще обо всем в жизни, потому что она правильно вкладывает свою жизнь в женскую силу. Она как будто бы в пропасть идет, эта женщина, понимаете, она идет в никуда. Как будто бы вот я, если не буду заботиться о своем образовании, о работе, о престиже, о квартире, а вдруг меня бросят и все прочее. Понимаете, это вдруг означает отсутствие знания. Если женщина очень сильная, как женщина, то это будет как в том мультике, мужик пошел корову продавать и он нашел хорошего этого рекламодателя. И тут начал корову всем показывать, как бы рекламировать ее и столько покупателей пришло, как бы и мужик сказал не продам. Тут в шоке, как бы почему я же как раз рекламировал. Такая корова нужна самому. Не выдаешь сзади, не встанет рука. Так же и жена. Если вы такой человек, то он не бросит вас, мужчина. Зачем? Пора заканчивать. У меня тогда возникает такая сомнение о правом состоянии и я. Вот это отсутствие знания означает. Отсутствие знания. Знания приходят во время духовной жизни. Вот об этом надо молиться. Оставайте работать, пока работайте. Искусственно не надо ничего менять. Начинайте работать над собой. В сердце вашем постепенно придет знание, как вам надо правильно жить. Правильно означает постепенно вы должны уходить в личную жизнь, работу. Вот у меня допустим в коллективе большинство женщин женатых, ну практически все, замужних, они все не работают. Не потому, что им сказали не работать. Хочешь работать, пожалуйста, все будут счастливы. Вот. Но они не работают, потому что они знают, что так лучше жить. Они это из знания делают. Вкладывают в мужа, в семью. И в мужчины удовлетворенные у таких жен. Чувствуют себя комфортно, потому что жена же все силы в него вкладывает. Здорово жить. Ну такие девушки, кстати, они очень много начинают делать в социальном плане. Когда женщина не работает, она очень много занимается тем, что заботится обо всех. Она заботится о больных людях, заботится о детях, начинает заботиться, то есть создает такую жизнь очень наполненную, как в большой семье. Женщины, когда они заняты работой, они заняты любовью, они дружат со всеми, создают отношения, успокаивают, лечат, помогают, заботятся и так далее. У них столько сил. И они общество наполненным делают таким счастливым. Ну ладно, все сели прямо. Давайте будем тренироваться. Тренироваться. Субтитры Семен Субтитры создавал DimaTorzok